Приветствую вас, Вадим. Давайте разберём сейчас ваш вопрос, который вы задаёте, и я постараюсь вам помочь. Прежде всего, давайте отметим так. Не бывает такого, чтобы один человек был виноват в конфликте двух людей. То есть, если конфликт происходит, то за него ответственны оба партнёра, так или иначе. Поэтому то, что вы вначале свою ответственность не признавали за конфликт, а теперь вы его признали, вам, ну, на самом деле, никакой совершенно погоды не делают. Почему? Потому что это, по сути, перекос ответственности, перегиб ответственности. Что это значит? Да? Что я имею ввиду? Говоря, значит, про перекос и про перегиб. Сперва вы от ответственности своей полностью устранялись, полностью вы от неё что отдалялось. А теперь, наоборот, принимаете на себя слишком много. Что вас естественно подавляют. Что вас естественно эм выводят из себя. Что естественно вас напрягает. Потому что явно здесь ну какой-то вот перегиб с нею. Я имею ввиду соответственности с перегиб. явно самое что как я уже сказал не может человек да эм один быть виноватым в эм конфликте. Вот. двух людей. Поэтому первое что нужно это работа с ответственностью. Это личная ответственность. Это корректирование вашей личной ответственность. За то что произошло. Это именно то в чем вынуждаетесь сейчас. Дальше. а то знаете сейчас у вас получается как знаете такие качели. Что у вас ответственности никакой. Что вы берете ее на себя вообще всю. Вот. Ну и то и другое не дает ничего хорошего. Ни то ни другое не несет ничего никакого позитива. Вот. Понимаете о чем идет дальше. Значит вы пишите очень сильно поругались и надели гадости друг другу. Здесь вновь в некотором смысле есть проблема с ответственностью. Почему? Потому что поругались мы. Знаете? как бы мы ругаемся. Да? То есть не я не я ругаюсь. Нет. Не я мы поругались. То есть ключевой момент какой? Да? Что мы мы поругались. Когда вы говорите мы когда вы говорите мы нет нет я. То есть нет ответственности непонятно из-за чего я поругался. Вот именно я Вадим из-за чего ругался ну вот с женой. из-за чего жена ругалась может быть даже не так важно но из-за чего вы ругались. Важно очень. Понятно. Далее вы говорите про то что наделали гадости друг другу. что это за гадости которые вы делали друг другу. Зачем вы делали гадости друг другу. Понимаете? это важно для понимания для понимания вашей ситуации для понимания вас это важно это важно очень сильно Далее если вы сами из-за из-за чего-то ругались если вы сами из-за чего-то ругались вот вы Вадим значит у этого были причины я хочу знать что это были за причины по которым именно вы ругались то есть очевидно что вы ругались из-за того что вас задело вот или того что вас напрягало или того что вам было неприятно что вот и это нужно выяснять понимаете это нужно выяснять что вас задело что вас задело потому что в противном случае даже если вы со своей женой сойдетесь проблемы которые у вас были могут повториться понимаете вот понятно о чем идет речь то есть вам нужно взять на себя ответственность за то что вы делали не отказываться от этого а именно именно взять ответственность и понять что породило конфликт именно ну именно вот с вашей стороны вот для того чтобы это не повторилось больше понимаете никогда но чтобы вы были властны над значит своими желаниями вы были властны над тем что с вами происходит дальше что вы хотите по отношению к своей дочери что вы думали ли вы о ней раньше не думали ли вы о ней раньше если думали то как если не думали то почему понимаете да то есть есть такое ощущение что все вот это вот что вы описываете произошло то что с вами ну как то знаете внезапно что то что то есть что это произошло ну как то вот знаете само по себе в какой момент вы например осознали в какой момент вы осознали что хотите все вернуть к примеру в какой момент вы осознали что вам хочется чтобы было ну как то вот по другому все то в какой момент вы поняли что вы были виноваты и так далее какая потребность привела вас к этому к этому вот это нужно выяснить обязательно потому что в противном случае ситуация будет просто ну повторяться она будет повторяться снова и снова дальше так у нас есть дочери всего этого я не могу видеть своей женой так вышло что не общаюсь за этого с дочкой но очень хочу но опять же у меня есть ощущение что вы вот знаете как то вот раньше да обо всем этом ну не очень ну не очень думали у меня есть ощущение что у вас раньше это как то вот не особо волновало то что вы не будете общаться с дочерью вот опять же я не хочу сказать что я действительно в последней инстанции какая-то но просто это так выглядит просто это так выглядит что выглядит так что вот вы раньше об этом не думали почему-то в какой момент вы хотели общаться с дочерью в какой момент вы ощутили вот эту потребность общаться с дочерью и так далее вот это мне кажется все нужно выяснить дальше я себя даже не могу переселить чтобы просто ей позвонить и узнать как дочь а сколько дочерь лет может быть вам имеет значение с дуги самой звонить напрямую вот но даже если все так как вы говорите даже если все так как вы говорите то мне кажется что нужно смотреть в чем именно вы не можете себя пересилить то есть в чем именно заключается проблема для вас то есть в чем она эта проблема что она из себя представляет проблема и вот если постараться понять этот момент то возможно ситуация будет гораздо более в гораздо более выгодном свете для вас выступать замы что вы сможете лучше ну сможете лучше понимать что вам вообще нужно нужно например для допустим себя вот далее вы не пишите что запутались Вадим а в чем вы запутались то есть понимаете если вы запутались если вы запутались это может значить только что что то у вас что-то борется у вас вот именно что-то борется что-то с чем-то борется вот то есть есть некое противоречие ну давайте попробуем его раскрыть противоречие давайте попробуем раскрыть это самое противоречие попробуем раскрыть и собственно говоря понять что оно это противоречие из себя представляет и если мы с вами например данную историю сможем понять если мы сможем понять в чем суть вот вашего противоречия то возможно мы и вашу проблему можем в том числе разрешить мне кажется так можно вам ответить на вопрос который вы задаете ну я так думаю мне так видится ответ на ваш вопрос вы говорите я запутался не знаю что делать а мне кажется что я понимаю что вы хотите вот вы хотите наверное сейчас общаться с дочерью но если вы действительно хотите сейчас общаться с дочерью то у меня нет ощущения что вы делаете для этого все необходимое чтобы общаться с дочерью у меня есть ощущение что вы дочь ну вероятно используйте здесь как аргумент или предлог для чего-то ну просто для чего-то не говорю не говорю прям что для чего-то конгрессного да но для чего-то такое такое у меня возникло ощущение так что в первую очередь это работа с ответственностью с ограничиванием ответственности и другой стороны это снятие противоречий чтобы вас хотя бы не было нескольких центробежных сил влекущих вас в разную сторону ну потому что это ну вы сами сами наверное чувствуете да что что ни к чему ни к чему это не приведет и собственно никуда ну вот никуда это не приведет абсолютно вот другой вопрос что значит ну что вот этот момент нужно корректировать вот мне мне это видится видится так мне это видится в таком ключе вот в таком аспекте мне это видится вот надеюсь что это для вас было полезным если понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего а я желаю вам всего самого доброго и удачи вот это да и все вот вот Продолжение следует...